Православная служба помощи милосердия приглашает добровольцев, которым не безразличны страдания ближнего и которые хотят научиться помогать тяжелобольным людям. Наш корреспондент Эльвира Гордеева побывала в московской больнице святителя Алексея и выяснила, кто может стать добровольцем и что для этого нужно, какие обязанности им придется выполнять. Подробности далее. Центральная клиническая больница святителя Алексея, митрополита Московского, уже более ста лет в духе любви и милосердия абсолютно бесплатно оказывает качественную медицинскую помощь малообеспеченным и социально незащищенным пациентам. В патронажной службе здесь трудятся сестры милосердия, все люди верующие. Они не просто выполняют обязанности, а на самом деле служат Богу и больным. И еще в больнице очень нуждаются в помощи добровольцев. Здесь нужны люди, которым могут отдаться, отдать частичку своего тепла, своей любви, заботу другим людям. Работа различная, начиная просто от бесед или чтения книжек, заканчивая уходом. Андрей Фролов – будущий капитан. Учится на первом курсе в одном из морских вузов. А в свободное время в качестве добровольца помогает медперсоналу в больнице святителя Алексея. – Как у вас дела? – Все хорошо. – Да? – После обеда на улице будете в больнице? – Да, обязательно. – Что вы читаете? – Да, он про патрониды. – 7 чудеса света. – Может, вам что-то поможет? – Нет, спасибо. – Мне все время интересовал этот вопрос, как работают врачи, как работают с людьми, которым тяжело. Как их поднимать на ноги, поддерживать. Я поставил себе такой, цель смогу ли я так же помогать людям. – Почитать, поговорить, сводить или свозить на процедуры. Помощь добровольцев дает возможность немного разгрузить постоянно действующих сестер, которые летом трудятся в условиях большой перегрузки. – Порядка 15 добровольцев в день, если бы к нам приходило, мы бы были очень рады. Мы в каждую палату ставили бы хотя бы одного добровольца с сестрой, и они бы совместно работали. – В службе помощи милосердия 26 социальных проектов, включающих помощь старикам, инвалидам, детям, малоимущим семьям, тяжело больным, бездомным. И по каждому из них специалисты нуждаются в помощниках. – Я заменяюсь добровольцем с 2013 года в интернате. Когда пришла, ничего не знала, просто хотелось как-то помочь, сделать доброе дело. – Я узнала про службу милосердия, она является одной из крупнейших в Москве. Координаторы обучают, помогают, рассказывают, что нужно делать. Я выбрала из себя направление помощи детей с особенностями, которым не хватает внимания взрослых. – Мы всегда очень рады добровольцам, мы всегда приглашаем, для каждого здесь найдется, где приложить свои усилия и помощь, которая останется надолго в сердце. – Ограничений по возрасту или образованию для желающих стать добровольным помощником врачей и медиков Алексеевской больницы нет. Для не имеющих навыков подобной работы организовано обучение в учебном центре стационара.